Если пойдет массовая угроза жизни и здоровья, я включу все механизмы по КААПу, у нас все будут лишены лицензии. Причины столь серьезного предупреждения раскрыты в предыдущем сюжете выпуска. В Березняках 20 управляющих компаний, они обслуживают большую часть многоквартирных домов. В ведомстве ТСЖ и жилищных кооперативов 88 домов, еще 191 находятся под непосредственным управлением. Есть и брошенные дома, где вряд ли кто-то занимается очисткой кровли и козырьков от снега. В настоящее время 17 многоквартирных домов не выбрали, либо не реализуют никакой из возможных способов управления. В отношении этих многоквартирных домов в администрации города Березняки проведены открытые конкурсы. Эти 17 домов будут переданы в муниципальную управляющую компанию «Водоканал». Уборка от наледей и снега скатных крыш осуществляется по мере необходимости, по мере образования наледей и сосулей. Ну а в случае достижения снежного покрова на скатной кровле 30 сантиметров, также рекомендуется убираться в целом. Управляющие компании отчитались перед чиновниками об уборке снега. 77% крыш в городе почищены. Эти цифры по МКД находящиеся в обслуживании управляющих компаний. Администрация контролирует работу и в случае необходимости требует провести очистку. При этом Максим Литвинов, начальник управления городского хозяйства, просит жителей города чаще писать о проблемах на портал «Управляем вместе». Такая работа приносит свои результаты. «Все тает, все побежало. Подъезд отремонтирован, средства жителей, все ремонту, можно сказать, до свидания. Дальше следующая тема, да, то есть вот эти сосули, которые вот появляются. То есть вот если бы в течение зимы в плановом порядке управляющая компания хотя бы, не знаю, пару раз скинула какой-то снежный покров, наверное, таких ситуаций не было. А потом мы начинаем признавать дома аварийными». Вопросы о работе управляющих компаний с собственниками часто поступают и к депутатам. Поэтому народные избранники высказались о необходимости усиления работы ответственных структур по контролю деятельности этих организаций. Обсудили и ямочный ремонт. «Ямочный-то вот этот ремонт у нас объективно начнется когда-то». «Можно начать хоть сегодня. Не планировали сегодня, но с утра прошли небольшие осадки, скажем так. Дорога приобрела не те технологические качества, в которых это можно сделать качественно. То есть на мокрое основание я однозначно с этого года все это запретил, под своим контролем лично держу. И, скажем так, технология соблюдения ремонта будут прямо с фотоотчетами мне в ежедневном режиме разбрасываться». На заседании думских комиссий обсудили внесение изменений в бюджет, установку детских и спортивных площадок во дворах и отчет о деятельности полиции. Заседание городской думы состоится завтра. Сергей Каленик, Степан Некрасов. Новости в Верхнекоме. Абонир Кузьмин. Абонир Кузьмин. Абонир Кузьмин. Постой. idätät